всем привет сегодня понедельник 15 июня вашему вниманию представляется обзор пары доллар рубль и рынка нефти в частности поговорим про нефти с точки зрения цены начнем давайте с обзора актуальной информации буквально пробежимся по основным новостным источникам я даже сказал по основным темам вот на ваших глазах первая тема это опять-таки распространение вот к вид 19 в пекине как мы уже ранее сами говорили на рынке была обнаружена некоторого вспышка такая небольшая сейчас уже есть кое-какие риски вот этого распространения уже на другие города и может быть даже уже речь идет о том что эта вспышка она может перерасти в более что-то большое поэтому это все конечно же нехорошо для рынков обузов безусловно рынки на это начинает реагировать тем более эта реакция уже началась буквально в конце прошлой недели потому что если мы с вами посмотрим например другие источники например вот рейтерс пишет что в штатах тоже эта ситуация уже начинает раз ухудшаться она ухудшается я повторюсь по всем известным причинам мы с вами понимаем о том что те волнения которые были там на тех не на прошлых неделях в связи с вот с тем на случаем всем известным да не будем сейчас эти темы опять поднимать но в любом случае все вот эти протестные акции они конечно же были таким некоторым хорошим поводом для того чтобы вот это вот возможная вторая волна по и появилась да то есть появился катериску усилился по поводу распространения сегодня мы с вами по сути дела уже начинаем видеть результат поскольку вообще сама по себе вот это вот вот эта вспышка изначально первая да и в сам по себе этот вирус он ну достаточно такой заразный да то есть там не надо больших каких-то усилий для того чтобы подхватить эту болячку поэтому любые контакты которые скажем так не соответствуют рекомендациям медиков например там какие-то дистанцию определенно соблюдать там маски и так далее все это конечно же если не соблюдается то вот мы сами видим вот и такие вот результаты на самом деле конечно же здесь говорить о каких-то фейков не приходится безусловно потому что вот факт остается фактом рынке они на это все конечно же явно реагируют то есть я потом почему про фейк заговорил потому что очень много есть и другой противоречивая информация о том что вообще вся эта история с распространением все эти и вся это вообще пандемия против что все это якобы какой-то большой большой театрализованное действие ну не мне так кажется что это далеко не так поэтому все-таки дело серьезное и вот эти риски повторного распространения они конечно же и достаточно велики так что еще вот в китайском тоже мегаполисе так это у нас идет город бао дин тоже другой город это уже после пекина кстати говоря там тоже ввели некоторые вот военное положение дополнительно из-за вспышки опять-таки к вид 19 то есть сейчас получается фокусе внимание остается сша как один из больших таких очагов до самых крупных и у нас опять возобновляется история с китаем откуда собственно вся эта ситуация и начала развиваться вот вопрос что будет дальше но тут конечно же вся эта ситуация она крайне сейчас неопределенная тут вот какие-то делать прогнозы относительно на такого не экономического плана а именно с точки зрения здравоохранения крайне сложно остается лишь только надеяться на то что уже все-таки будет какая-то придумана наконец-таки вакцина которая будет однозначно подавать положительный результат то есть будет эффективно в противостоянии вот с этой заразой и только тогда конечно же уже когда эта вакцина будет проявлять какое-то свое действие да то есть пойдет на спад вся эта болячка только тогда мы с вами можем увидеть собственно какой-то положительный результат да вот в части и развития экономики подъем рынков здесь все естественно на этом фоне давайте посмотрим графики у нас нефть марки бренд безусловно вышла из торгового канала который мы с вами выстраивали а сейчас мы торгуемся уже ниже 37 долларов за баррель а здесь вот судя по картинке мы с вами вышли из канала потом протестировали и отбились вниз то есть вот это вот комбинация она конечно же уже более так сказать напоминает такого локально медвежьего настроения почему я говорю локального потому что фактически конечно же сейчас вот эти риски присутствует но все-таки вот надо быть аккуратным в этом отношении то есть конечно мы 35 высокая вероятность что мы цену 35 за доллар за нефть марки бренд увидим за баррель я не веду а потому что там много факторов в частности это опять-таки переизбыток с другой стороны с надо не забывать о том что крупнейшие участники нефтяного рынка все-таки а постоянно принимают активное участие для того чтобы поднять цены на нефть то есть здесь идет знаете какая-то такая вот с двухсторонняя борьба да то есть на одной чаше весов у нас вот эти риски связаны со второй волной и падением спроса на нефть с другой стороны это уже достаточно такая непростая ситуация вот например возьмем саудовскую аравию саудовская аравия сейчас у нас она крайне в тяжелом состоянии я имею ввиду в экономическом плане имея ввиду да то есть мы сами знаем что там они увеличили ндс на буквально там сразу на несколько процентов они очень резко сократили бюджетные расходы для того чтобы каким-то образом спасти да вот как-то ликвидировать вот этот огромную дырку в бюджете и мы эту тему уже обсуждали сейчас не будем вдаваться в нюансы но мы с вами должны понимать что вся эта ситуация для например крупнейшего нефтедобытчика в мире она естественно не на руку поэтому сейчас будут приниматься все различные способы для того чтобы каким-то образом постараться в разумных пределах удержать цены на нефть тем более уже буквально с июля месяца саудовская аравия подняла такие цены на свои на свою нефть на все сорта нефти на поставки в июле месяце причем для как европейских покупателей так и для азиатских покупателей но понятное дело что это все идет уже с как с прицелом на то чтобы поддержать котировки нефти в целом так что касается рубля то есть по нефти мы уже определили да то есть 35 это у нас такой наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни а что касается рубля рубль у нас торгуется сегодня опять-таки уже на уровне 70 рублей за американский доллар ну плюс минус а более того я тоже здесь хотел бы обратить внимание что мы также если на дневном графике посмотрим так это у нас не дневной да но тут дневной то здесь мы тоже уже делаем такую серьезную попытку выхода из этого нисходящего торгового канала вот и если посмотрим на эту ситуацию такое знаете с более близкого рассмотрения да то есть если посмотрим например с точки зрения четырех часов то у нас здесь вот этот сигнал по торговому индикатору шумоку по сути уже сформирован и мы уже подошли практически к обновлению вот этого локального максимума который был сформирован в пятницу на межбанке на форекс и между то что российский рынок в этот день не торговался у нас максимальное значение здесь было в районе 70 рублей и 47 копеек за американский доллар то есть случай пробоя вот этой вершины безусловно мы с вами пойдем вверх но вероятность пробоя на достаточно высокая боюсь даже что буквально через несколько минут открывается мосбиржа пока от пишет этот обзор вероятно мы уже его пробьем то локальная цель по паре доллар рубль ближайшие локальная подчеркивает то есть это буквально может быть даже внутри дневная либо на один-два дня на мой взгляд это будет цель в районе 71 71 и 7 до примерно примерно вот эта вот область то есть она у нас приходится на вот эту вот такую локальную проторговочку который у нас приходилось еще на май месяца на двадцать второе число на ой так двадцать пятое двадцать второе тире двадцать пятое мая то есть вот это вот зона да у ценовая она у нас вероятно пойдет на тестирование именно вот в этом отношении поэтому здесь все-таки есть у нас вполне себе хороший шанс и туда дойти но с точки зрения более сказать такого дальнего до рассмотре рассмотрение на более длинный срок то здесь у нас есть следующая такая большая цель я так сказал мы эту цель уже с вами определяли в нашем предыдущем обзоре где рассуждали по поводу цены ухода в район 70 долларов за рублей за доллар точнее то у нас цель она приходится на период 21 апреля это как раз у нас здесь попытка возобновления да вот именно от того импульса который мы наблюдали еще в марте месяце но его было эта попытка была минимальная и мы его поглотили да вот эта зона она конечно же на больших объемах проходит поэтому есть вполне такая серьезная вероятность того что мы с вами сюда пойдем это у нас в район 76 рублей за американский дурб плюс минус но опять таки все это пока рассматривается как покой знаете серьезное коррекционное движение относительно вот этого нисходящего движения которое у нас по сути организовалась начиная с 19 марта поэтому здесь в долгосну покупать например по целям 80 не знаю здесь на мой взгляд крайне рискованно потому что все таки у нас вот эта зона она такая зона продаж поэтому здесь вероятно даже если мы дойдем до этой зоны есть вполне себе в такая не немалая вероятность о том что мы от этой зоны увидим такие вот продажи да причем продавливание в обратную сторону но опять-таки время покажет сейчас не будем делать какие-то преждевременные выводы поэтому здесь еще раз продублируем и как бы с резюмируем да что локальная цель по паре доллар рубль у нас в районе 71 и 7 боль бонусная цель это 76 рублей за американский доллар на этом коротко все спасибо за внимание до встречи в следующих выпусках пока